Приветствую всех! В этом видео будет преподнесена базовая информация по заданию обычных границ парсинга. То есть с помощью границ парсинга мы даем программе понять, какие части веб-документа нам нужно парсить. Заходим в систему помощи, выбираем раздел парсинг контента. И здесь есть материал по заданию обычных границ парсинга. Перейдем непосредственно к пониманию, как они работают в программе. Вот у нас есть ссылка, на которой мы будем демонстрировать задание границ парсинга. Первым делом мы должны обратить внимание на дерево границ парсинга. Здесь есть 20 обычных и 5 повторяющихся. А повторяющихся границах парсинга другую видео будет. Мы здесь рассматриваем обычные границы парсинга. Чтобы задать какую-либо границу парсинга, мы выделяем ее и нажимаем эту кнопку. Открывается инструмент задания границ парсинга, где в левой части у нас дерево тегов для более облегченной навигации по коду. В нижней части браузер Internet Explorer, который посылает дополнительный запрос и подгружает данные. То, что вот здесь, вот в окне, это получила программа при обращении к указанной ссылке. И для того, чтобы, скажем так, вот эти данные, которые получила программа, отобразить вот здесь в браузере, существует такой метод. Так, вот нажимаем на эту кнопку и данные отсюда, из кода, подгружаются в браузер. Иногда это нужно делать. Также у браузера есть такая опция. Вот здесь, когда мы ее нажимаем, включается выполнение скриптов в браузере. По умолчанию она выключена. Поэтому, если какие-то элементы на веб-странице вот здесь в браузере не отображаются, попробуйте включить эту опцию. Далее. Для того, чтобы спарсить что-то, допустим, заголовок первой статьи, мы что делаем? Мы кликаем в браузере на него и в поле поиска по коду вставляются, так скажем, данные, которые взяты при клике на этот элемент. Вот они встали с формы поиска и в коде нашлось вот здесь это соответствие. И теперь мы, для того, чтобы нам спарсить, вот, допустим, заголовок первой страницы, нам нужно задать начало и конец парсинга. Все, что между началом и концом парсинга, будет являться контентом границы парсинга. То есть будет спарсено. И вот, смотрите, как работает технология. То есть тут у нас для задания границы парсинга существует четыре таких параметра. Мы работаем только в основном с началом парсинга, который вот здесь, и концом парсинга, который вот здесь. То есть как работает граница парсинга обычная? То, что мы взяли в качестве начала парсинга, какое вхождение, вот, оно ставилось сюда. То есть при поиске границы парсинга, от начала кода веб-документа, вот отсюда, будет производиться поиск вот этого вхождения, которое мы задали. В качестве вхождения мы можем использовать часть тега, либо несколько тегов, то есть захватывая переносы строк. Вот, программа находит от начала документа вот это вхождение. Обратите внимание на параметр номер вхождения по счету. Если мы укажем, если здесь указано 0, то будет в качестве начала парсинга определено первое вхождение. Если здесь указать единицу или другое число, то берется следующее вхождение, то есть второе. Если здесь указать 3, то будет взято третье вхождение. Вот. Следует отметить, что при задании границы парсинга, то есть когда мы выделяем, нажимаем F1, то есть задается начало парсинга, или выделяем текст, нажимаем задать начало парсинга, номер вхождения от начала документа вычисляется автоматически. То есть для того текста, который мы выделили в качестве начала парсинга. Далее. Конец парсинга уже вычисляется не от начала кода веб-документа, как начала парсинга, а от с этого места, то есть от конца начала парсинга, как бы это странно ни звучало. То есть вот у нас начало парсинга, и вот от этого места, вот здесь сейчас курсор, будет далее выполняться поиск конца парсинга. То есть если мы укажем в качестве конца парсинга закрывающий тег A, выделим его и нажмем F2, то у нас оно определится, я повторюсь, не от начала документа, а вот от этого места, вот, что в принципе удобно. И также и у конца парсинга есть номер тег, номер вхождения. Если мы номер вхождения увеличим, то будет браться второй по счету закрывающий A, то есть вот первый был, когда здесь 0, второй, когда здесь 1. Вот. И также если мы выберем третий тег закрывающий A в качестве конца парсинга и нажмем задать конец парсинга или F2, то автоматически у нас произойдется подсчет номера вхождения для этого тега. Повторюсь, в качестве начала или конца парсинга может быть использовано как весь тег целиком, так и какая-то часть или какой-то текст. Обратите внимание, при вставке текста с переносами строк они автоматически заменяются на оператор BR в фигурных скобках. Теперь, что еще следует понимать здесь? Ну, следует отметить, что при задании границ парсинга вы можете выбирать и другую границу парсинга для задания. То есть задали одну, выбрали другую, задали другую, выбрали следующую. То есть не выходя из инструмента, задавайте другие границы парсинга. Здесь еще есть, для каждой границы парсинга выставляется отдельная опция парсить с границами. То есть когда мы ее включаем, она помолча не отключена. В результат парсинга границы парсинга будет попадать контент вместе с началом и концом парсинга. Если эта опция отключена, как сейчас, то в результат парсинга будет попадать только вот то, что между началом и концом парсинга. Есть еще опция преобразования HTML в текст для выбранной границы парсинга, то есть будет произведено удаление всех тегов Есть еще опция инверсии, как она работает То есть, допустим, начало парсинга вычисляется как обычно Вот мы включили инверсию, создали начало парсинга как обычно А конец парсинга уже будет искаться не в эту сторону, а в эту, то есть наоборот Это нужно для некоторых случаев, когда, допустим, привязаться нужно к чему-то, к какому-то классу, который стоит правее нужных данных То есть мы задали начало парсинга и от него уже в обратную сторону ищем конец парсинга То есть, например, вот этот И вот видите, начало парсинга здесь, вот оно, и конец парсинга здесь, вот он И в результате у нас граница парсинга получит вот эти данные То есть, скажем так, повторюсь еще раз Начало парсинга вычисляется как обычно, а конец парсинга ищется в обратную сторону Также следует обратить внимание на дополнительные настройки границ парсинга Вот эта кнопка, то есть тут вкладки, да, соответствующие для каждой обычной границы парсинга И в них есть настройки То есть можно прописывать, использовать эти опции Которые позволяют обрабатывать контент парсинга или делать с ним какие-либо манипуляции Не используя макросы шаблона вывода Это нужно понимать Еще важный момент есть такой, как поиск закрывающего тега То есть, допустим, если мы парсим, ну вот, хотим спарсить вот это Ищем в начале, ну ищем в коде, где оно выводится Вот нашли И тут есть вот эти данные выводятся в этом диве Задаем начало парсинга Вот, и теперь, чтобы программа автоматически нашла закрывающий тег див То есть вот здесь он А в нем мы видим еще открывающиеся и закрывающиеся, вложенные Чтобы нашла конец именно этого, который мы задали в начале парсинга Существует такая вещь Мы в поле, кликаем правой кнопкой по полю конец парсинга И вставляем параметр авто Вот, можно вставить сразу с названием тега див Ну, или можно вставить авто И здесь мы прописываем название тега Закрывающий элемент, которого нужно найти Прописываем без скобок в нижнем регистре После этого у нас он автоматически находится Это очень удобная вещь В многих случаях нужно понимать, как она работает Также другие важные моменты Вернее, другой важный момент Смотрите, вот здесь у нас Див класс равно пост И число Вот это число у нас будет изменяться Для разных постов Смотрите Вот здесь уже другой номер Пост Здесь другой и так далее И для того, чтобы Скажем так Задать начало парсинга Вот таким образом Весь этот див И чтобы он Это начало парсинга Работало Со всеми тегами Див Вне зависимости от того Какой тут номер поста То есть какая-то часть Изменяться будет Мы ее можем обозначить Как оператор skip Для этого выделяем часть И обозначаем ее оператором skip И не важно, что будет на месте оператора skip У нас начало парсинга Определится корректно То есть как это работает Сначала ищется у нас От начала кода документа Вот это вхождение Что стоит перед skip Нашлось это вхождение Вот Потом Программа видит оператор skip И далее будет искать вхождение Которое стоит после оператора skip Оно находит это вхождение Вот оно И когда оно его нашло Оно определяет Как начало парсинга Вот этот текст Можно использовать skip И в таком виде В таком То есть Искать после skip Только закрывающий Вот этот тег Можно использовать Сразу Несколько skip Для обычных границ парсинга В повторяющихся границах Работает один skip А в обычных можно использовать Сколько угодно skip Допустим Вставить его вот здесь тоже Вставляем Все правильно определяется Ну В принципе В принципе это и все Что можно было сказать То есть это вся базовая информация Но Наверное я не сказал Еще некоторые важные моменты Давайте я о них продемонстрирую То есть вот смотрите Мы задаем Задаем теперь границы парсинга Когда первая граница парсинга Берет заголовок первой статьи Допустим F1 И F2 Да При задании конца парсинга Фокус примещается в поле С названием границы Мы называем ее Заголовок первой статьи Вот Теперь смотрим Что здесь есть еще Какие-то внутренние теги Которые нам не нужны Вот здесь И вот здесь Теги можно удалить Либо отметив эту опцию Либо в дополнительных настройках Границ парсинга Используя поиск замену Вот таким правилом Поиск замены Мы уберем все теги То есть Все что найдено Между открывающей и закрывающей скобкой Заменим на пустоту Готово Вставилось сюда И готово Поиск замены Будет применяться Не вот здесь При отображении кода А уже при записи Текста Границы парсинга В результат Вот так Заголовок первой статьи После того Как мы задали первую границу парсинга Заголовок первой статьи Как я говорил ранее Можем выбрать другую границу парсинга Для задания Или нажав эту кнопку Тогда будет произведен Выбор следующей границы парсинга При смене Границ парсинга Здесь Предыдущие заданные Границы парсинга Сохраняются Поэтому смело меняйте их И не забывайте Если вы заканчиваете Настройку границ парсинга Нажимать кнопку Готово Если вы нажали Закройте окно на крестик То изменения не применятся Вот И тут еще такой момент Забыл отметить Что есть такой вот инструмент Вставить Данный начало Конца парсинга Из другой Выбранной границы То есть мы кликаем на него И допустим Взять данные Начало и конца парсинга Из предыдущей границы Заголовок первой статьи Нажимаем И вставляется Начало парсинга И конец парсинга Из другой Границы парсинга Вот Теперь мы Для парсинга Заголовка Второй статьи Что мы делаем Вылечим здесь Значение на 1 И у нас парсится Заголовок Второй статьи Вот Заголовок Не забываем здесь Прописать Также Удаление тегов И Допустим Еще зададим Границу парсинга Для взятия Вот этого Адреса Картинки Рекламного баннера Что мы здесь видим Если мы Сделаем вот так Начало парсинга Имиджи Сердце равно Увидим Что это Четвертое Вхождение Вот такое От начала документа Чем Федерация Стоит Цифра 3 И Это нам не подойдет Но мы можем Использовать Такой момент Вот Если мы Скажем так Смотрите В качестве Начало парсинга Возьмем Вот эту часть Нажмем Ф1 Теперь Пропишем Оператор Skip И Вставим Amg Срц Равно То у нас Будет Найдена Нужная часть Поясняю Еще раз От начала Кода Документа Ищется Это вхождение Далее Программа Видит Оператор Skip И Ищет Уже Следующее Что стоит После Оператора Skip То есть Amg Срц Вот отсюда Вот отсюда У нас Производится Поиск Amg Срц И Когда Находит Amg Срц Равно Определяется Начало Парсинга Для Задания Конца Парсинга Мы Используем Выделяем Конец Парсинга И Нажимаем F2 Картинка Называем Картинка Что Следует Отметить Важного При Задании Границ Парсинга Картинок И файлов Многие Люди Некоторые Люди Затают Границу Парсинга Вот так Допустим То есть В границу Парсинга Попадает Часть URL Картинки Видите То есть Картинка URL Картинки Обрежется Либо Они Задают Ее Если Она Относительная Вместе С первым Слэшем То есть Слэш Обрезается От нее В результате Парсинг Контента Попадет Вот эта Часть И они Отрезают От адреса Картинки Ее Часть И картинка Не грузится Поэтому При задании Адресов Картинок И файлов Важно Не повредить Адрес Этой Картинки Или файла Еще Такой момент Нужно отметить Что Если мы Кликнем На адрес Картинки Нажмем Или Выделим Его целиком Какой Надо Но проще Кликнуть На адрес Картинки И нажать Ф9 То она Загрузится В нижней Правой Части Где будет Здесь указана Ее размерность Ширина И высота Для просмотра В ее увеличенном Виде Можно кликнуть По ней Вот сюда Это очень Удобно Бывает Далее В принципе Основные моменты Я показал Задали Три границы Парсинга Нажимаем Кнопку Готово Видим Здесь Теперь Что Заданные Границы Парсинга Отметились Галочкой Вот Все То есть Если мы На них Наводим Видим Здесь Справа Всплывающие Такие Подсказки То есть Начало Парсинга Отображено Начало Парсинга Отображено Конец Парсинга Отображен И Дополнительные Изменения Так вот Все границы Парсинга Здесь Которые Имеют Изменения В настройках Будь то Поиск Замена Будь то Что то Еще Они Отображаются Фиолетовым Таким Синим Таким Цветом Вернее Граница Парсинга Без Изменения Опции Отображаются Зеленой Галочкой Также Можно Смотрите Отключать Границу Парсинга И Включать Ее Нажав На Эту Кнопку И Смотрите Вот у нас Когда мы Задали Границы Парсинга Чтобы Их Контент Попадал В результат Мы Делаем Вот Эти Вещи То есть Ставили В шабом Вывода Куда Надо И Посмотрели На Результат Результат Вывелся Если Надо Разделили Hotkey F3 Оператором Разделителя Ячеек Си Смотрим На Результат Попадают В разные Ячейки Для Загрузки Картинок По Ее Адресу Мы Поглачаем Ее В Мак Раздан Лод Файл Она Загружается Вот Она Название Границ То есть Смотрите Еще Такой Момент Можно Из всех Заданных Границ Парсинга Построить Шаблон Вывода Через Контекстное Веню Шаблона Вывода Нажав На Эту Кнопку И В шаблон Вывода Вставляются Заданные Границы Парсинга И В Строку Заголовка Вставляются Названия Границ Парсинга Вополняем Предпросмотр И видим Столбцы С названиями Границ Парсинга На Ctrl И Колесико Вверх Так скажем В столбцы Попадают Их значения Еще такой момент Чтобы быстро Добавлять Границу Парсинга В заголовок И В шаблон Вывода Выделяем ее Нажимаем F1 Выделяем ее Нажимаем F1 Выделяем Нажимаем F1 Видим Что Добавляется В конец И название Границы Парсинга И Как бы Ее макрос Который Выводят Данные Теперь Для того Чтобы Добавить Название Границы Парсинга Только В строку Заголовка Выделяем Нажимаем Shift F1 Выделили Нажали Shift F1 То есть Это для Быстрого Эти инструменты Для быстрого Заполнения Скажем так Заголовков Столбцов Ну В принципе Теперь Уже Наверное Это Вся Базовая Информация По Обычным Границам Парсинга Если Будут Вопрос Создавайте Их На Форуме Всем Спасибо За Внимание Без Без